Группный план К полету в космос Нет, нет, к полету категорически К земляным не готов Ну, там что-то откликается В душе-то, в сердце, в связи с сегодняшним днём А, ты имеешь в виду С 19 мая А что у нас с 19 мая? Ну как же, пионерские костры, грозорница, сборы Галстук, развивающийся на ветру В стройном строю пионеров Вот у меня это всё свежо В памяти, надо сказать По тебе я никак не мог сказать, что тебе свежо Что ты? Меня принимали и никто, между прочим, не исключал То есть, совсем недавно ты был пионером Да, я вечный пионер Вечный Не исключали Как повяжешь галстук, береги его Он ведь, между прочим, да Взвейтесь, костры Да, да, да Прекрасно немецкий марш Ну ладно, хватит Хватит лирических отступлений А что ты соню про пионерию я не совсем понимаю? Потому что ежегодно я просыпаюсь в этот день в каком-то приподнятом настроении, с чувством легкой ностальгии, гордости, что я состоял, и я помогал бабушкам и дедушкам, и был тимуровцем, и много добрых дел совершал. Надеюсь, что немножко доброты я продолжаю нести. Меня принимали в пионеры в мраморном дворце, где Вадимир Ильич все время выступал, и даже его броневичок там тогда стоял. В городе Наневе, да, соответственно? Да, это было торжественно и интересно. Прошло довольно много лет. Ну, помнится, да, вот эта атмосфера? Конечно, конечно. Эти слова, эта клятва пионерская. Ну, в Советском Союзе были какие-то ритуалы общественные, которые действительно интересовали людей. Не хватает, как думаешь, сейчас? Не знаю, ничего не могу сказать. Ну, ладно. Пойдем дальше, как говорится. Ну, начнем, по крайней мере. Да, спустя неделю после нашей последней встречи, после прошлого и вторника, появились новости, безусловно, у компании, вятичные мысли и соображения. Сегодня будем продолжать этим делиться. Успешно стартовали продажи летнего 31 безалкогольной, но об этом чуть позже мы поговорим. Хорошо. А теперь продолжим развивать тему сотрудничества с немецкой стороной. Да, все верно понимаю. Понимаешь, в чем дело? Там тоже начались продажи безалкогольного вецкого. Там все замечательно, все прекрасно. 23 тысячи упаковок отправлены. Немцы пока, по крайней мере, довольны. То есть, следующий заказ придет в июле или конец июня или начало июля. Это уже 100% придет. Это придет. То есть, нет, мы встали на какие-то рельсы и теперь посмотрим, насколько наш паровозик там в Германию на внутренний немецкий рынок заедет хорошо. Проблема, на самом деле, в другом. Не в том, что немцы покупают у нас, да, а в том, что кировчане почему-то думают о том, что немецкое, в кавычках, привозное, да, это хорошо. Вот глобальное... Но не только немецкое. Ну, как бы... Импортное. К вопросу пионерии, да, то есть плюсы Советского Союза, конечно, были, понятное дело. Но Советский Союз заранило в головы наших людей то, что иностранное завсегда лучше, чем сделанное в Советском Союзе. Причем это было объективно так. То есть, ну, вспомни, джинсы, жвачки... Джинсы, техника всевозможная, бытовое, да, автомобили и так далее, так далее. Все то, что привезено из-за границы, из-за бугра, почему-то априори лучше отечественного. И это вот этот самый перекос советской экономики, когда на оборонку все силы брошены, а на потребительский рынок, ну, это как по остаточному принципу работа идет. Дело в том, что прошло много-много лет на оборонку, тоже слишком много, на мой взгляд, тратится при нашем-то бюджете и при падающей нефти. Но вопрос-то в том, что до сих пор в головах людей достаточно на этикетку налепить иностранное название, и это уже шансы. Недаром до сих пор какое-то количество людей в вывеске, я много раз обращаю внимание, даже в Кирове, даже в вывеске на магазинах пытаются делать с использованием иностранных слов. Или по-английски написать какие-то простейшие вещи, да. То есть, ну... То есть ты к тому, что, например, если на магазине написано обувь, то туда мало кто пойдет, а если написано шузы... Ну, шузы, маркеты, ой, господи, прости, конечно. То есть вот этот орел Запада, на котором прекрасное производство, а у нас не ведь что, вот он до сих пор мешает нам, мешает чрезвычайно сильно, конечно. И что мы делаем, соответственно, что компания Вятич предпринимает для того, чтобы разничать эти стереотипы? И исключить на компании Вятич в этом ключе. Смотри, ситуация следующая. У нас есть проблема с привозным, безалкогольным, разумеется, пивом, который у нас везутся. И проблема даже не в экспортных сортах немецких, вот на самом деле. Немцы покупают у нас и продают в Германии, да. Сюда привозят немецкий экспорт, который в большинстве случаев это результат глубокой пастеризации. Это, во-первых. То есть это надо знать, что немцы, я говорю с варфштайнеровцами, это, по-моему, в Мюнхенане производство у них идет. Это конкретная компания, да? Они говорят, что ты думаешь, что мы везем в Россию такой же варфштайнер, как мы делаем? Говорят, нет, конечно, нет. Я говорю, как так? Этого не может быть. Почему такие? Стандарты двойные. Все очень просто. Мы нажглись в 90-х, когда начали экспортировать. И тогда выяснилось, что там та пастеризация мгновенная, так называемая, когда доли секунды там нагрева, исчезают дрожжи. Но пиво сохраняет все качества. Но в России не соблюдается ни складирование, ни условия хранения, ни доставки, ни в самих магазинах. И для того, чтобы избежать любых нареканий на продукцию, немцы делают очень просто. У них осталось оборудование дореволюционное на глубокую пастеризацию, когда вся партия загоняется в автоклав. И там 40 минут при 85-90 градусах. Как следует прожигается это все, да? Как следует. Ни черта там живого не остается. Это тот же варфштайнер, только подвергшийся глубокой пастеризации. И потом на нашей почке, это экспорт, это Германия, он стоит по сути. Я подозреваю, эта ситуация характерна не только для России, но вообще для других стран. Но для стран третьего мира, конечно, где... Я ожидал, что мы тут уникальны. Нет, почему мы похожи на африканцев? Очень в этом смысле. То есть я тебе вручаюсь... По культуре потребления, да? По культуре торговли, культуре потребления, да. Вот несмотря на то, что у нас очень много вещей европейских, то есть немцы прекрасно понимают, что у нас это не работает, да? То есть поэтому они вот так вот делают со своим. То есть, но это не самая большая беда, потому что среди настоящего экспорта, который стоит действительно очень дорого, попадаются вещи аутентичные. Ну, израк их можно найти, да? Но... Это маленькие, видимо, какие-то партии. Это небольшие партии, на рынке они имеют очень маленький объем. А большую часть занимает так называемое брендовое, да? То есть это, ну вот, что тут у нас на слуху, всякие Карлсберги, Бады и так далее. Вот тут тот самый вариант, когда папуасу предлагают бусы. То есть имеется в виду, что у тебя на этикетке написаны иностранные буковки. У тебя яркое, красивое, брендовое название, все замечательно. Но по факту это экспресс-пиво, то есть, ну, как сказать, безалкогольное, разумеется. Назвать это совсем суррогатом нельзя, наверное, да? Но, тем не менее, это, во-первых, это ферменты, которых не... Ну, российским-то ГОСТам это соответствует. Как это у нас по российским ГОСТам-то называется? Ты думаешь, что у нас много продуктов идет по ГОСТам? У нас идет ПТУ. Ну, пивное нечто. Пивное нечто, да. Это ферменты, во-первых. То есть, которые ускоряют брожение, ускоряют процессы. Вместо 28 дней, как навязчивое, да? Оно делается за 7 дней. Раз. Плюс у тебя сырье берется другое, и у тебя на полке появляется импортное, конечно же, иностранное, ну, все-все. Хотя, на самом деле, это завод в каком-нибудь клину. Ничего другого. Это просто завод, старый советский завод, на котором просто производится это. Все. Вот эта картина, и понятное дело, что именно с этим явлением мы будем бороться, во что бы то ни стало. Вот, когда мы говорим о выпуске новых сортов, да, мы имеем в виду именно это. Мы считаем, что медленно, шаг за шагом, степ-бай-степ, мы все-таки добьемся того, что люди начнут понимать, что они потребляют на самом деле. Ну, и, безусловно, мы уже об этом говорили, тут компании Ветич не помешает, мягко говоря, поддержка со стороны властей, да, когда какими-то налогами, в том числе способами будет поощряться торговля местным, безалкогольным напитком, да, местным брендом. Ну, смотри, ты переходишь сразу к экономической ситуации. Да, да, мне экономика, как и многих волнует, интересует в это время. С экономикой, понимаешь, ситуация с экономикой сейчас, в это кризисное время, она категорически, ну, не категорически, она полностью отличается от того, что было до. Потому что сейчас абсолютно понятно, что, ну, сейчас буквально по радио нам сказали, что Чубайс посетовал на нефтяные доходы, на то, что, ой, оказалось, он действительно это понял спустя десятилетия практики, что нефтяные доходы это не панацея, и нефть является дохлой лошадью, то есть она не подрастет. Это говорит уже Чубайс, родной и близкий нам всем, да, то есть это означает, что действительно люди понимают, что ничего перспективного с нефтью уже не будет, она не вырастет, то есть количество, объем доходов, который выпадает из бюджета всех сортов, он огромен, там 20% это минимум, абсолютный минимум. То есть он назвал привязку наших бюджетов и всех показателей к стоимости нефти ошибкой, дохлой лошадью. И естественный, естественный абсолютно вопрос, вот спускаясь на землю Кировской области, как мы будем наполнять бюджет? Вот средства, которые есть у Кировской области для того, чтобы бюджет наполнить, вот как ты думаешь, какие они? Ну, наше правительство, наши власти из разу в раз повторяют, что основное богатство земли Вятской это наши люди. Продавать людей будем? Не так категорично, конечно. Нет, я понимаю это так, что людям должны обеспечиваться хорошие рабочие места, они должны трудиться в комфортных условиях, предприятия должны себя чувствовать замечательно, платить налоги, мочь и так далее. Подождите секунду, у нас люди это богатство или рабочие места? А, богатство. Наши власти богатством называют, основное наше богатство это люди. Нет, богатство, я извиняюсь, никакие условия не нужны, оно само по себе. Само по себе? Да. Из той же нефти? То есть у нас достаточно, что у нас будут, то есть по этой логике достаточно, что у нас будут люди и все. Ну, это интересно, конечно. Нет, ну вот я развил мысль, люди должны работать, получать заработную оплату, их руководители должны делать всевозможные отчисления, наполнять фонды и так далее. Налоги платить. Честно говоря... Я так себе это понимаю. Честно говоря, вы у меня в какой-то транс, потому что... Это работа целой системы. Сложно уехалили. Если люди наши богатство, то это лишь работорговля, лишь торговля органами. Тут прям какими средневековыми мерками какими-то. Нет, все очень просто. У нас кризисная ситуация, в которой создать новые рабочие места – большая проблема. Как ты, собственно, себе предполагаешь, чтобы у нас в Кировской области вдруг возникли новые рабочие места? Нет, это, безусловно, явление не единственное во всей этой массе. То есть череда – это целая цепочка событий, когда вот в общей массе этих благоприятных условий расширяются рабочие места. То есть производитель, бизнесмен чувствует, что он может позволить себе работать лучше, качественнее, и у него есть возможность принять еще людей на работу. Володя, прости, пожалуйста, один-единственный пример, любой, любой отрасль в Кировской области, где бизнесмен чувствует возможность, расширяет новые... Ну, тут ты прав. Я сейчас скорее рисую какую-то идеалистическую картинку, а вот так конкретного примера вряд ли, конечно, я смогу сейчас без подготовки озвучить. Я тебя слушаю, у меня начинается нервный кашель. Значит, это даже, вот, прости, пожалуйста, за прямоту, это даже не идеалистическая картинка, а фантазия. Утопическая, да? Утопическая. 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 То есть, какие рабочие места, какие производства, о чем речь идет? Перепрофилировать оборонку, может быть? Мы знаем, что это занимает годы. Ну, нет, государственная-то у нас программа есть, диверсификация оборонных производств, но она из года в год об этом повторяется, но мы не знаем, что там реально меняется. Она просто не о чем. Я, честно говоря, не знаю. Это первое. Второе, все наши госзаказы, все госзаказы, вся оборонка, все это, да? Ребят, у вас упало на 20% бюджет. Вы что думаете, что у вас сохранит государство дотации для федералов? Имеешь в виду бюджетное поступление на 20% по паре, да? Конечно. То есть, вы хотите сказать, что Москва будет по-прежнему отчислять? Нет, не будет. Это абсолютно ясно. То есть, они будут резать расходы. Им самое главное будет сохранить свое присутствие в Москве и в Питере. То есть, два крупнейших мегаполиса. От их поведения зависит политическая и экономическая ситуация. Ну, политическая, в первую очередь, в стране ситуация. Они для них будут делать все. Для провинции большой вопрос. Так вот, еще раз возвращать. Какие средства есть реальные для того, чтобы наполнить бюджет? Ну, увы, печатный станок мы не можем, конечно, включить на местном уровне. Новые рабочие места мы создать не можем? Не можем. По крайней мере, тяжело это сделать. Ну, еще остается путь, какие-то преференции предоставлять местным производителям. А что ты понимаешь под преференциями? В том числе, налоговые. Ну, хорошо. То есть, налоговые преференции мы предоставляем, но означает меньшее количество налогов для тех же бюджетников. Опа! То есть, бюджетники упадут по своим зарплатам, социальные обязательства государства будут в затруднительном положении. Если ты меньше собираешь, нет, ты попал в ловушку, ты десятилетиями кормил тех же самых бюджетников с нефтяных денег. Ну, вот по-простому рассуждаю. Сейчас этих денег нет, кормить их нечем. Ты вводишь налоговые преференции, еще ослабляешь бюджет, и в этот момент выясняешь, что тебе совсем нечем кормить бюджетников. Нет, может быть, бризисмены создадут какое-то количество мест, но это не решит проблему с наполнением бюджета. И? Увеличивать поступление с местных производителей за счет введения некоего разграничения. Наши, не наши. О, наконец-то мы добрались до той темы. Наши, не наши. Правильно, 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 правильно. То есть вот этот, как сказать, протекционизм, этот национализм региональный, он просто на повестке дня. Почему? Вот анекдот в том, что самый быстрый, простой способ вкатить в бюджет еще несколько сотен миллионов, если я правильно помню, там миллионов пятьсот. Это откуда такая цифра? Это мы считаем просто очень примитивно акцизы с продажи, естественно, безалкогольного пива завода «Вятич». 22 рубля с литра наполнен. 22 рубля с литра, совершенно правильно очаряется. Это вот как раз бюджетники родные, это их деньги, это зарплаты, премии чиновников, ЖКХ, дороги. Софинансирование федеральных программ в том числе и так далее, и так далее. Совершенно правильно. То есть вот эти деньги, несколько сотен миллионов, они лежат. То есть просто лежат. И их получение, это вопрос буквально нескольких действий. Вот мы о них говорили, 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 давай озвучим еще раз. То есть все крайне просто. В Кирове, сейчас я открою этот Грайнфордовский отчет, который я прихватил с собой. Красивая картинка. Да, красивая это как раз по материалам Росстата. В Кировской области, ну, 62,7 потребления количества литров на пиво, и безалкогольного, разумеется, на душу населения. В год? Да. 63, в общем, если я округляю. Ну, 63 округляю. 63. Так вот, мы можем, мы занимаем где-то здесь процентов 30, вятич имеется в виду. То есть никаких проблем. То есть каждый третий литр, каждый третий литр вот из этой суммы, продукция вятич. Но, и дальше схема чрезвычайно проста. То есть мы говорили миллион раз о красном и белом, пятерочке, магните. Вот пятерочка взяли они. В взаимоотношениях с федералами. Да, с федералами. Пятерочка буквально там недели две назад, она просто взяла в одно движение. Мы им не дали скидки, которые они просили там, очень хорошие, мягко говоря, очень хорошие для пятерочки. Мы их не дали. Они говорят, ну что ж, ребята, ладно, вас не будет. И они убирают из ассортимента, допустим, все, что сделается в стекле. Опа, в одно движение. Им плевать на потребителя там, на все это, репутация, без разницы совершенно. Им просто нужны деньги. Федералы им заплатят. Ну, про акции, из-за которых они могут одевать, мы поговорили сейчас. С магнитом, понятно, там вопрос сейчас ассортимент. То же самое красное и белое, как ни правое, ни правое. Ребят, несколько сотен миллионов. Вы все, что делаете, вызываете на ковер. Вот пятерочка, вот магнит. Вот красное и белое. Говорите им, ребят, 50% вятича на полках, будьте добры, у нас кризисная ситуация. Ну, просто кризисная, реально. Нам нужны деньги для бюджета. С продажи привозного товара все налоги, все акцизы уходят в другие регионы. Даже Москва, Питер и так далее. Туда, где зарегистрированы эти компании, производители. Все, что вам нужно, это поставить. Не надо больше ничего, просто поставить 50% вятича на полки. И у вас не сотни, сотни миллионов, которые придут в бюджет. И этот вопрос нескольких месяцев. То есть резкое увеличение денег, резкий прирост. Эти, я не могу понять, вот с точки зрения бизнеса, рассуждая, вам эти сотни, несколько сотен миллионов лишние? То есть у вас так хорошо с деньгами в бюджете Кировской области, что они вам не нужны. Опа! То есть вопрос очень прост. Почему это, ну мы говорили сто раз, почему это делалось в Татарии, почему это делается в Пензе, еще, еще, еще. Есть примеры, да, мы их озвучиваем еще раз. Есть примеры того, как это делать. Почему же ты этого не делаешь здесь-то? Слушай, может отмашки ждут из федерального центра? Вот когда Москва скажет, слушайте, ребята, эй, там. Да Москва что она? Денег не дадим, крутитесь сами. Вот тогда, может быть, они и что-то, и сообразили. Когда Москва им это скажет, а она скажет им, конец этого года, начало следующего, уже будет все ясно. То есть я предполагаю, что это все, картина будет ясна уже где-то к концу сентября. Вот может быть, вот как раз этого момента, как говорится, пока рак на горе не свистнет, и тогда не произойдет ничего. А, то есть когда Москва начнет резать. Да, да, да. Но я делаю предположение так. Нет, вопрос в том, ребят, а вот у вас реально дефицита нет? То есть вы как бы все равно... Сами без Москвы не можете думать, да? Да, сами без Москвы не можете никак, что ли? Все крайне просто. То есть мы... Ой, сейчас ситуация и в стране и в области такая, что на самом деле изменение правил игры, вот в самом минимальном приближении, да, 50% вяча на полках. Дело даже не в том, что мы с этого заработаем, это понятное дело, тут не надо лукавить. Но самое-то главное, с этого заработай бюджет. Это ваш интерес в первую очередь. Мы заработаем на порядок меньше, чем получите вы. Чего же вы этого не делаете? Нет, не делаем. Это раз. Второе, это, конечно же, общая экономическая политика, на самом деле, которая должна сейчас происходить. Это дать возможность людям, всем практически зарабатывать. То есть как можно больше убрать проверок, убрать отчетности, убрать левые совершенно вещи. Ну, понятно, да? То есть убрать это от бизнеса, дать... Как это было в 90-х, потому что это... Дело в том, что это случится. То есть рано или поздно, потому что другого способа восстановить экономику, кроме изменения правил игры, нет. Случится что-то, еще раз уточню. Нет, в любом случае, реформы экономически начнутся. Они не могут не начаться. Нет, ты имеешь политическую составляющую. Нет, нет, а в какую сторону эти реформы начнутся? Закручивать гайки начнут или наоборот ослаблять? Нет, закручивать гайки, это железо заново свобить. Ну, о чем мы говорим. Больше некуда. Это пионерию, да. Но второй раз не бывает, история не повторяет второй раз. Ее не будет. То есть это закручивание гайок не придет ни к чему интересному, в принципе, и ничто не удержит, на самом деле. Закрутили уже, и без того. Да нет, нет, закрутить не закрутили, Володь. Ну, можно закрутить... Нет, наш многострадальный народ, терпеливый и покорный, он вынесет еще гораздо более худшую слою. Но, что будет после того, как его надоест ему, короче говоря, выносить... Это не трудно предполагать. Это не трудно предположить. Мы видели много раз в истории, что происходит дальше. Когда срывает крышку укатала, там происходит все, что угодно. И предсказать это невозможно. И кто появится, и что будет происходить, нельзя. То есть это непредсказуемый результат. То есть пока есть возможность регулировать, надо начинать реформу. Вот возвращаясь к Вячесичу, ребят, простейшая вещь, дайте 50% на полках. Возьмите за жабры этих ребят с красными, белыми, с пятерочкой, с магнитом. Объясните им, откуда растут ноги у самолетов. Почему это важно для региона. Это простая трехходовка. Это не надо там ничего, нужно просто политическая воля. Все. Вот это, если это... И в этом стопроцентная уверенность есть, что нужна только политическая воля. Ничего другого. Что власти субъектом могут собрать и сказать. Есть формальные отговорки, а не формальные. То есть если не хочешь, то всегда найдешь способ объяснить, почему не получается. Вот так где-то. То есть это отмазка, по-русски говоря, да? А может быть власть придерживается такой позиции, а пусть покупатель голосует рублем. Покупатель разберется. Я понимаю. То есть власть не интересует ее бюджет, она надеется на Москву. Ну вот я делаю такое предположение. То есть пусть люди сами разбираются, что им покупать. Вот эти бусы покупатель или другие. Ну то есть я тебе говорю, люди наши основное богатство, надо торговать органами. Органами, органами. Стоимость печени. Люди наши богатства, пусть они сами решают. Да, люди покупают бусы, ну значит и все остальное можно разрешать. То есть почему нет? Легализовывать, да? Ну конечно, небольшая плантация, на которую это самое, наше богатство. Как мы уходим, да, наши любимые темы пивных напитков безалкогольных, да. Пивные и безалкогольные. Я понимаю, что тут аналогии можно, конечно, проводить, да. Но пивные и безалкогольные напитки это источник денег для бюджета. Это настолько просто, настолько понятно, настолько элементарно, почему этого нет до сих пор. Я теряюсь в догадках, просто теряюсь. То есть да, люди надеются, ну теряюсь в догадках, это метафора. Да, люди надеются, что Москва выделит, выделит, выделит еще, еще, еще. Но косточки кончаются, кончаются косточки. Нефть никогда не будет такой, как была раньше. И экономики нету, ребята, нету. Нету поступлений. Что вы собираются сделать, непонятно. Давай еще полторы минуты в догадках потеряемся, да. Это будет время рекламы, после которой мы вернемся и продолжим нашу беседу с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем завода «Ветич». Крупный план Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич». У нас 12 минут есть еще, надо мчаться дальше. Владимир, какие-то для юрестрации еще хотел привести данные. Вот этой теме как раз по безвокогольным, разумеется, пиву, да, там все чересчайно просто. У нас 62 литра, ну 63 почти на душу населения потребления, да. То есть, грубо говоря, там 80 с чем-то, да, у нас миллионов получается в год. Так, мы умножаем... А, умножаем количество на душу на число жителей Кировской области. Да, совсем там миллион 200 с копейками умножаем на 63. Ну-ка 80 миллионов. Так вот, фишка в чем? То есть, мы можем совершенно спокойно платить. То есть, мы вместе с НДФЛ, вместе с налогом на прибыль, мы платим порядка миллиард 200, да. Из них акцизы составляют, говорят, 600. Мы можем платить 894 с половиной акциза, только по Кирову. Слушай, спасибо за эти конкретные цифры. Они действительно важны и они показательны. Ну, я и говорю, там 300 с чем-то, 390 миллионов, сверху, ребят, сверху, 390 миллионов, но это еще не все. То есть, если мы, допустим, ставимся в красное и белое, они вот молодцы, они в этом смысле, если удастся с ними договориться, да, это сразу открывается краник на вывоз. То есть, мы можем... Я в том, что они ставят по всей стороне сразу. Мы с нашим качеством, оно на самом деле уникально, этого очень многие не поймают, но он уникально. Вот, мы с нашим качеством спокойно совершенно имеем место, мы прекрасно продаемся, нисколько не снимаясь в этом, мы сможем вывозить еще порядка миллиона. То есть, у нас еще 560 миллионов акцизов. То есть, это, ну, грубо говоря, считали, это мы сможем в одно движение брать где-то миллиард 50, миллиард 20 еще дополнительно в бюджет. Плюсом к миллиарду 200, которые сейчас... То есть, лярд, который у нас, вот он лежит на поверхности, все, что нужно договориться и пустить нас нормально, да, это лоббирование наших интересов. Ну, когда-нибудь власть должна заниматься лоббированием кировских предприятий, да? То есть, не все время смотреть в сторону Москвы с ожиданием, что царь и батюшка там даст, да? А может, он не даст, ну, похоже, не даст ведь, да? Подумайте секундочку. И вот что будете делать, ребят? Займитесь, наконец, нашими интересами. А эти выкладки, эти цифры кому-то презентовали? Нет. Компания, ведь, еще она показывала людям, облеченным властью, я имею в виду. Дело в том, что вот эти сотни миллионов, они понятны, они известны, они озвучивались не раз в разговорах. Ну, Гвоз и ныне там, по крайней мере, пока, да? Вот с вывозом пива, безлокогольного, разумеется, с увеличением... Вывоз, ты имеешь в виду, это продажи в других регионах, в рамках этой сети. Да, конечно, конечно. Но платим-то мы акции, даже вывозя, мы платим акции здесь, естественно. По месту работы, да, по месту регистрации компании. Вот эта ситуация должна быть, она должна решиться. То есть, я не знаю, когда... Действительно, может быть, когда Москва урежет расходы, да? То есть, они внезапно схватятся, наше правительство, чиновники, схватятся заговоры с вами. Ой, не дали денег из Москвы. Может быть, имеет смысл поискать где-то здесь. Вообще, переориентация, то есть, понимание того, что деньги надо искать здесь и создавать богатство здесь надо. То есть, не ждать вот этой подачки, а искать здесь. То есть, правильно собирать, правильно распределять. И самое главное, давать людям возможность зарабатывать, здесь зарабатывать. Вот это настолько ключевая тема. Я не понимаю, почему до сих... Там эти соблюдения этой эпидемиологической ситуации, там все вот это, вот это, там... То есть, соблюдение руководящих указаний из Москвы. Это, конечно, очень важно, ребят. Но, может быть, своим вам пора думать, а не московским как-то. Ну, подожди, они все-таки говорят, что у нас есть свой областной главный санитарный врач. Ну, безусловно, это все делается с оглядкой на Москву, но вроде как мы здесь принимаем эти все решения ограничительные. Ну, я вот, я все-таки это маленький в топик, но я до сих пор не понимаю. Когда заболевших коронавирусом было 100 человек, все было закрыто, перекрыто, масочный режим, там, ну, самоизоляция. Ты имеешь в виду сейчас страну в целом или регион? Да, без разницы, она практически то же самое. А вот когда их 10 тысяч в день, тогда все на ура, приступаем к работе, этап, выходим из... То есть, ребята, вы как-то в консерваторию себе там что-нибудь подправьте, потому что отсутствие логики, оно не красит никого. Ну, многие обратили, конечно, на это внимание, не знаю, к чему это приведет, конечно. Я все-таки надеюсь, что, ну, не знаю, про московский говорить ничего не будем, но надеюсь, что у наших как бы голова в нужный момент окажется в нужном месте, да? На работу ходить можно, на работу можно, ходить нельзя. Я имею в виду с пивом. Безалкогольным, да. То есть, окажется в нужном месте. 8 минут, нет, 7 уже остается. Ну, тогда пролетнее. Да, пролетнее, пролетнее. 13 мая, да, как мы помним, стартовали продажи, это было на прошлой неделе. Ну что, как пошел сорт новый безалкогольный? Мы обманули слушателей, говоря про 13-е, там было еще... Что, позже еще произошло? Позже. Все произошло в четверг, это, если я правильно помню, было у нас 15-е. Ага, нет, четверг, пятница, пятница была, 15-е. А, значит, 14-е, 14-е. Вот, значит, не 13-е, а 14-е начали. Пошло оно и в трехлитровых моих любимых пакетах. То есть, это... Два по полтора. Два по полтора, со сниженной ценой. Пока вроде бы как пошло, 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 посмотрим дальше. Ну, нормально, для первых дней просто прекрасно. Давай назовем, в глобусах есть. В глобусах оно есть точно. Проблема в том, что штрих-код, который на пакете, не всякая в системе терминалов может обработать. У глобусов может. Точно так же может обработать и пятерка, и магнит. Но у нас с ними пока по трехлитровой упаковке решения никакого нет. И по летнему тоже нет. То есть, у них внутренний какой-то блок, да, пока на эту тему? Нет, ввести вот в этом весь, чуть, вот, непараминское выражение. Значит, вот в этом вся проблема в том, что вот прекрасный новый сорт. Сейчас расскажу ее подробнее. Прекрасный новый сорт. Почему ты не ставишь? У тебя нет экономических обоснований. Тебе просто неудобно возиться, раз. Федералы тебе платят деньги за полку. А местный, не местный производитель, правительство, оно просто не реагирует на это. Тебе ничего не будет, если ты не поставишь. И с точки... Это просто возиться. И очень для того, чтобы ввести хотя бы одну позицию, две там в магнит, в пятерочку, тебе нужно просто сточить зубы до корня, понимаешь? То есть убеждая там переговоры, согласовки. И вот до прошлого декабря там тянулись разговоры год, год. Слава богу, там в декабре, по-моему... Это с кем? Это с магнитом. С магнитом. Они в декабре, там, ну, после определенных действий, они начали что-то делать. Ну, вот, эта ситуация, в моем понимании, нездорова. Ну, мы возвращаемся к предыдущему вопросу о том, что налоги, которые правительство, регион получают с Вятича, они могут быть сильно увеличены, если кто-то будет работать. Ну, это отдельная песня. Мы ее будем повторять из раза в раз, как дадзебау, как мантру, как заклинание. Спрос-то есть на новый сорт? Да есть, есть. Все нормально. Нормально? Фишка заключается в следующем. То есть вот у тебя, покупаешь ты безалкогольное прекрасное летнее 31. Оно, в отличие его от зеленого 31, просто зеленый 31, оно мое любимое безалкогольное, разумеется, а я его постоянно употребляю. Безалкогольное, разумеется. Ну, вот сейчас Владимир Маматов без. Да. Нужно быть спокойным. Вот. И легкое летнее вот это 31, оно менее брутальное, менее тяжелое, чем... И оно сделано для большой компании, для жаркой погоды, для всего этого. То есть мы уверены, что сейчас благодаря сезону все будет отлично. То есть, ну, плюс, скорее всего, маршабная рекламная кампания у нас начнется в июне уже, по нему. Ну, вот, и ситуация простая. Это очень вкусно, это первое. Просто банально, это питкое, как говорят специалисты. Ну, есть такой термин, да. Да, оно легкое, питкое, приятное. Ну, вот, скорее всего, меня будут корить за это юристы вашего радио, но я вам скажу, что ничего похожего по питкости я рядышком на рынке не вижу. То есть нет. Среди других безалкогольных сортов. Да. В магазине полтора литра безалкогольного летнего 31 стоит 130 рублей. Этого хватает на двоих, чтобы расслабиться. То есть эффект, вот самое главное, что от него эффект, это расслабление, релакс, это фреш, это 31 день годности, это милейшее, прекрасное, вкусное, да, 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 милейшее, да. Невольно облизываться. Да, невольно ты облизываешься. Так вот, именно об этом речь и идет, что да, это релакс, это прекрасно. Никакие вот эти привозные в кавычках пиво, безалкогольный, разумеется, они тебе этого не дадут. Вот все, что ты получишь от сильно, сильно пастеризованных, сильно на ферментах и сильно неизвестно на чем сделанных вещах, ты получишь сжогу. То есть получишь не релакс, ну такой вот, как бы, и все. Но дальше автоматически, да, аргумент, меня убеждали много раз и много-много раз, что нет, наш народ, кировский, то, вот что, дешевое за то, возьмут дешевое. Подешевле и побольше. Да, они будут врать. А что ты с микрофоном, наш звукорежиссер? Владимира Мамат, вот сейчас нормально. Вот сейчас нормально. Нет, опять ненормально. Вауч, убери, пожалуйста, руки с... Так, это вот, сейчас немножко. Вот, вот, вот так, вот, вот. Нет, опять ненормально. Еще раз пробуем. О, контакт отходит. Вот теперь все замечательно, хорошо. Так вот... Все, я буду так держать. Ты повесь, повесь выше на табличку. Нет, я продержусь, две минуты у нас остается, да. Просто разъем на микрофоне, видимо. Так вот, летние 31 меня убеждали 150 раз, с зеленым 31, с летним 31 без алкоголя, разумеется. Что наши люди будут покупать цену. Это ерунда. То есть, чем дешевле, тем... Это вот та деталь нашей борьбы, безжалостной и бескомпромиссной борьбы с привозным. Это то, что вопрос не в цене. То есть, когда ты видишь на полке привозное по 34 рубля, пойми, кировчанин, магазин купил его за 15 рублей. Что можно купить за 15 рублей? Водопроводную воду. Не раз мы уже сравнили, да, с очищенной. И мы сделаем ставку очень простую. Лишь человек хочет получить реальное удовольствие, реальное наслаждение, реальный эффект. Лишь он хочет купить суррогат, сэкономив деньги. Мы не можем заставить человека покупать то, что мы делаем. Мы можем просто предложить ему альтернативу. Объяснить, почему это так, как это происходит и в чем оно заключается. Все. Вот я надеюсь, что с летним 31 безалкогольным, разумеется, мы втопим до упора. Именно как противостояние с этими яркими этикетками, с иностранными названиями, этот весь привозной левак. Вот эти все. Как мы сравнивали, когда привозной она с силиконовой женщиной, ну вот примерно то же самое. Продолжим мы говорить на эту тему через неделю. На сегодня наш разговор завершен. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ивятич». Всем удачи, всем успехов. До свидания. Все, спасибо, хорошо.